Хантейская сказка В лес один из них смотрит. В одном месте огонь виднеется. Ну, сходи, принеси оттуда огонь. Другой пошел к тому месту, где огонь был виден. Пришел туда. Оказывается, какой-то старик огонь развел. Ну, дедушка, здравствуй. Здравствуй, здравствуй, внучок. Ты с какой нуждой бедой ходишь? С какой нуждой бедой хожу? Наши жены не позаботились об огне для нас. Я пришел огня просить. Внучок, мой огонь дорогой. Бесплатно не дам. Расскажи семь веселых сказок. Дам огня. Постоял, постоял охотник и ушел к своим товарищам. Пришел туда и говорит. Дед своего огня бесплатно и дешево не дает. Говорит другому охотнику. Пойди ты, может, тебе даст. Вот человек этот пошел. Пришел туда. Старик стоит. Здравствуй, дедушка. Здравствуй, здравствуй, внучок. Дедушка, я огня попросить пришел. Дашь или нет огня? Мой огонь дорогой и платный. Так не дам. Расскажешь семь веселых сказок? Дам. Я не умею рассказывать. Да где мне взять семь веселых сказок? Воротился обратно. Говорит двум своим товарищам. Дед говорит. Если я расскажу семь веселых сказок, даст огня. Не расскажу – не даст. Младший из них говорит. А ну, я пойду. Пришел туда. Старик сидит и потапливает. Дедушка, наши жены не позаботились об огне для нас. Дай нам огня. Мой огонь дорогой, платный. Если расскажешь семь веселых сказок – дам. Тот и начал. За все лето я набил полный мешок комаров и полный мешок мошкары. Потом набил полный мешок оводов. И стал я их продавать. Один комар, лошадь и корова. Одна мошка, лошадь и корова. Один овод, лошадь и корова. Потом стал убивать коров. Сколько убью, кожи их на ремни режу. Резал, резал. Стал обзирать шкуру с последней коровы. А она вскочила и побежала. Дедушка, смотри, небо сейчас свалится. Тут старик превратился в кучу золота. Привел младший охотник туда своих товарищей. Наполнили свои нарты золотом и уехали. Продолжение следует...